Ветраны войны, керавництва в области и города, процственники прационных коллективов, царквы, громадских организаций, школьники и студенты. На Аллее Героев сотни людей. Усе пришли отдать данину памяти воинам, что ценой своего життя подарили нам махчимость означать свято незалежности. У 40-е годы, минулого 100-го дня, немецко-фашистские оккупанты нанесли велизарный урон народных господарцев Гомельской области. Были изничаны каля 5000 промысловых предприемств. Усе электростанции спалены больше за 1000 вёсок. Фашисты изнишили свыше 200 тысяч человек. Трагичные факты нашей истории не губляют своего значения для каждого нового поколения Жихаров Гомельшины. Мы отзначаем все даты, связанные с Великой Чыной войной. А день вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников шануем особливо. Радостно, что на этих мероприемствах и зараз ясно присутничают люди, які башили войну своими ватшима и які наблизили приход Великой Перамоги. Мы счастливы, что живем под мирным небом, чтобы нас нет никаких катаклизм не нужных, и мы все счастливы, что такой праздник можем встречать с большим энтузиазмом, с патриотизмом и большой радостью для всего нашего народа. Тих, кто сегодня прикладывая намаганий для розквиту Гомельшины, ушановують у городским громадско-культурным центры. Почас турачистого сходу узнагарожують людей, яким у гэтым годзе присвоено гоноровое звание «Человек-года». Заруплевую працу, высокие моральные и профессийные якости селитые его присвоили командиру войсковой шасти 1242 Алексея Кузьменко, генеральному директору Гомсельмаша Александру Камко, директору сельгазпредприемства «Звязда» Шачарского района Галине Трибунах, головному урачу Мазырской центральной городской поликлиники Игору Баранову, а так само трактористу-машинисту сельгазпредприемства Суткова Хойницкого района Алене Волковой и старшему тренеру национальной команды Беларуси по весловании на байдарках и каное Геннадию Галицкому. Я считаю, это не сколько моя награда, сколько награда всего коллектива, который помогал мне в прошлом году завоевывать медали. Их мы завоевали немало. 12 золотых медалей в прошлом году, завоеванных на всех крупнейших турнирах года. И поэтому огромная благодарность и администрации ШВСМ, и психологам, врачам, которые работают с командой, и просто сотрудникам грибной базы, где мы последние три года готовимся. Хочу напомнить, что именно три последних года мы тренируемся и готовимся в Гомеле ко всем крупнейшим соревнованиям.